МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности жестокой расправы над 8-летней девочкой через несколько секунд. Экологическая катастрофа на Дзербенском озере. Некогда излюбленное место горожан превратилось в резервуар для канализационных стоков. В зараженном озере гибнет живность. Кто виноват, расскажут мои коллеги. Полчаса выпекания до появления красивого румянца. В пекарне и супермаркете Эхнатон в Махачкале показали, как готовят хлеб по нормам цариата. В Махачкале произошло смертельное ДТП. Водитель Лады Гранты сбил насмерть 35-летнего мужчину, сообщает МВД по Республике Дагестан. Трагедия произошла глубокой ночью на проспекте Петра I. Молодой водитель легковушки выехал на встречную полосу и на огромной скорости сбил пешехода. Мужчина погиб на месте, а машина, в которой кроме водителя был и пассажир, опрокинулась. Все находящиеся в автосалоне доставлены в ближайшее медучреждение. По неофициальной информации, молодой человек за рулем был под воздействием наркотиков. По словам близких погибшего, мужчина, чья жизнь оборвалась на дороге, направлялся в мечеть на намаз. Трое детей остались без отца. Следственный комитет страны опубликовал видео с признанием подозреваемого в убийстве Калима Тамаровой. 36-летний мужчина рассказывает, как он убил маленькую девочку. Преступник раскрыл мотив похищения. Оказалось, что изначально он не собирался бить и насиловать девочку, а хотел похитить ради финансовой выгоды. Об этом пишет Комсомольская правда. По данным издания, осознав, что дело поворачивается против преступника, он решил пойти на убийство. Напомним, убийцу 8-летней школьницы искали более двух лет. Нашли его с помощью ДНК-экспертизы. На теле девочки оставались следы насилия, которые помогли привести к поимке подозреваемого. Массовая гибель рыбы, неприятный запах и снижение уровня воды. Озеро в Дербенте переживает экологическую катастрофу. Как выяснилось, место стало скоплением вредных стоков. Кто в этом виноват и какие меры планируют предпринять местные власти и ответственные структуры, смотрите в следующем сюжете. Слово по темат Ханаповой. На этих кадрах рыбы будто бы молят о помощи, просят высвободить из зараженного озера. Некоторым выжить все-таки удалось. Хозяин ближайшего ресторана Эсидула своими силами спас более двух тонн рыбы, но погибло, по его словам, в сотню раз больше. Жители нашего города знают, сколько было много рыб в нашем озере. К сожалению, почти вся рыба погибла. То, что нам удалось спасти, около двух тонн рыбы. Причины гибели рыбы пока устанавливаются. Из озера взяты пробы. Пока известно одно. Водоем был загрязнен вредными стоками. Откуда они попались сюда еще предстоит выяснить. Ну а пока местные власти принимают ряд технических решений. Это подача чистой и выкачка отравленной воды. А также планируется провести субботники и очистить территорию от мусора. До сего времени результаты лабораторных исследований нам неизвестны. Значит, поступали разные версии. Что, возможно, вода загрязнена посредством сброса из близлежащего виноконьячного комбината. Что и из канализационной сбросы. Но на предположениях мы не можем выстраивать свои обвинения. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы получили заключение о причинах и о виновном лице. Будь то юридические, физические лица. Для того, чтобы привлечь к ответственности и впредь принять комплекс мер на недопущение повторного загрязнения озера. Пострадала от локальной экологической катастрофы не только рыба. Убытки понес и бизнес, и седулы. Из-за сильной вони, стоящей на несколько километров, люди перестали посещать ресторан. Очень сильно отразилось, потому что вонь невыносимая на сегодняшний день. И гости, естественно, не ходят. Озеро было излюбленным местом дербенцев и туристов. Люди сюда приходили и отдохнуть, и порыбачить. Сейчас здесь нет ни рыбы, ни людей. Но все же местные жители не теряют надежду, что смогут вернуться сюда вновь. По тематам Ханапова Магомед Магомедов, новости ННТ, Дербент. Бытовые отходы захламляют ценные земли сельхозназначения, а местные коровы приходят сюда как на пастбище. В Кайкентском районе стихийная свалка грозит экологическими проблемами. Специалисты Россельхознадзора по республике обнаружили несанкционированную свалку в селении Кайкент. Ранее проведенный рейд на этой же местности не дал результата. Теперь площадь свалки увеличилась с одного гектара до семи. В отношении муниципалитета составлен протокол и назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей. Минприроды республики и сотрудники МВД выявили факт массовой вырубки деревьев. В Махачкале вдоль железнодорожных путей были уничтожены 25 деревьев разных возрастов и диаметров. Среди них есть и ценные породы. Нанесенный ущерб природе составил более 2 миллионов рублей. Отметим, что всего за прошедшие 9 месяцев Минприроды Дагестана вынесла штрафов на сумму свыше 9 миллионов рублей. В Дагестане прошла выставка-ярмарка «Агротур-2020». Организаторами выступила Минтуризма республики совместно с Минсельхозпродом. Выставка прошла в Казбековском районе и собрала на своей площадке участников со всего Дагестана свои продукты. На ярмарке представили дагестанские винодельни, пасеки, рыболовные хозяйства, экофермы, гостевые дома, туроператоры и мастера народных промыслов. У нас в Кумбетовском районе, например, есть село Исчали, старое Исчали. Вот они оттуда, ребята. А я с хозяевством района. Мы когда мероприятия такие, иногда объединяемся. Он показывает, как ручную, смотри, ручную делать, все. Я тоже стараюсь, и ручную делаю, и автоматически. Выставка проходит уже второй год подряд. Ее цель – популяризация туристического потенциала и сельского турпродукта Дагестана. Мероприятие сопровождалось культурной программой. Для посетителей ярмарки выступили дагестанские артисты. После официального открытия для участников провели обучающий семинар «Школа агротуризма». Представители туристических компаний и фермерских хозяйств смогли обсудить вопросы сотрудничества в сфере развития сельского туризма. В парке Ленинского комсомола Махачкалы построят детскую площадку. Планируется провести большой объем работы. Это установка ограждения, наружного освещения, укладка асфальтобетонного и резинового покрытия детской площадки. Также здесь будут обустроены детские горки, качели, беседка и многое другое. Напомним, работы проводятся в рамках проекта «Местные инициативы», а общий объем финансирования составил 6,5 миллионов рублей. Сегодня открылась первая площадка коллективной работы «Точка кипения» на базе Дагестанского государственного университета. Такая площадка создана для людей, которые хотят совместить новаторские изобретения и бизнес. Это пространство для проведения всякого рода мероприятий. То есть, любой гражданин Дагестана может позвонить сюда, написать нам и сказать, я хочу провести какой-то читательский клуб, например, какое-то мероприятие, встречу имени, память такого-то человека. И мы даем площадку, проводите, работайте, делайте то, что вам интересно здесь. Цель проекта – развитие в регионе технологического предпринимательства, нацеленного на новые рынки, подготовка кадров. Пространство предназначено для ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников и студентов. В точке кипения они могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития. Один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день из нашей жизни – это, конечно же, хлеб. Поэтому неудивительно, что у него есть свой праздник – Всемирный день хлеба. Его учредили не так давно. Это профессиональный праздник работников отрасли и, конечно же, дань уважения продуктов. А в собственной пекарне супермаркета «Эхнатон» выпекают десятки его наименований. О том, как пекут халяльный хлеб, узнаем в сюжете наших корреспондентов. У каждого есть свой любимый сорт хлеба. Тонкая хрустящая корочка, добавки в виде семечек, изюма, а может быть, традиционный белый хлеб. К слову, здесь в топе продаж хлеб крестьянский. На комбинате рассказывает секрет его изготовления. Чуть-чуть такой процесс долгий у него. И замешивать как-то его долго. Он должен стоять, потом должен он в час стоять. И печется тоже. Он чуть-чуть долгий такой процесс у него. Остальные не так тяжелые, как этот. Но очень вкусные. И никогда он на прилавках не лежит, не остается. Очень вкусный. Советую. Несмотря на то, что традиции его производства постепенно меняются, любовь к мучному остается. Для дагестанцев это один из главных продуктов. В пекарне за смену выпускают несколько сотен изделий. Всегда все самое свежее. Но самое главное – хлеб здесь пекут строго по нормам шариата. При выпечке хлеба с соблюдением норм халяля полностью исключается алкоголь, содержащий элементы, вредные добавки и консерванты. Никаких добавок красителей и усилителей вкуса. Основной целью была то, чтобы организовать именно халал. Халал в чем заключается? Наши многие граждане думают, что халал только к мясу относится. Но организация халал-бизнеса – это начиная с организации самого бизнеса, с омовения, с соблюдения всех норм и чистоты, и порядка. Хотели дать качественный продукт, но качественный продукт, чтобы за него отвечать, нам нужно было его самим организовать. Кстати, мука здесь используется, сделанная на каменных жерновах. Считается, что такая мука имеет лучшие хлебопекарные свойства. При помоле между каменными жерновами не происходит уноса высококачественных веществ. Все ценные витамины сохраняются. Такой хлеб полезен тем, кто следит за своим здоровьем и выбирает продукты питания без вредных добавок. Мы стараемся брать муку, сделанную на каменных жерновах, именно по старым технологиям, чтобы максимально сохранить свойства зерна и, соответственно, дать хороший продукт наш. У нас и в исламе, и в народе хлеб очень ценится изначально, поэтому это как бы первый продукт нашего стола. Поэтому, учитывая этот момент, тоже стараемся более качественно, более широко представить в нашем магазине именно эту хлебобулочную продукцию. Бахтия работает здесь не так давно, но уже прекрасно знает все тонкости создания вкусной выпечки. Главный секрет прост, говорит он, готовить надо в хорошем настроении. Хлебобулочное дело считает своим призванием. Я сюда пришел, как бы сказать, вообще не знал, как работать, имеется в виду, вообще не знал, что делать. Меня обучили, показали, понравилось. И вот, надеюсь, дальше буду продолжать в том же духе. Примечательно, что каждую первую пятницу месяца все вырученные деньги направляются в благотворительный фонд «Инсан» для помощи больным детям. Каждую пятницу, первую пятницу каждого месяца мы все вырученные деньги, не прибыли, а именно все вырученные деньги отправляем на благотворительность фонда «Инсан», чтобы помочь нашим детям. Полчаса пеклись эти батоны под большой температурой. За это время они пожарились и приобрели аппетитный вид. Перед ароматом свежего горячего хлеба устоять сложно. Работа в этой пекарне вовсю кипит. Пекари стараются, чтобы главный продукт, ароматный, с пылу, с жару, с хрустящей корочкой, оказался у нас на столе. Зумруд Гамидова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В России появится налоговый вычет на занятия спортом. Законопроект согласовали в правительстве страны и готовы внести его в Госдуму. Суть нововведения в том, что россиянам вернут 13% от денег, потраченных на занятия спортом. Например, если вы купили годовой абонемент в спортклуб за 20 тысяч рублей, государство вернет вам 2600 рублей. Принятие и реализация закона будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, уточняют правительство. Кроме того, таким образом чиновники предлагают дополнить линейку социальных вычетов, которые полагаются за платное обучение, лечение и пенсионные накопления. Механизм получения будет таким же, но властям еще нужно определить, за занятия в каких именно физкультурно-оздоровительных организациях будут возвращены деньги. Свои предложения они должны дать Минспорта. Надеемся, что данная инициатива воплотится, реализуется, так как всегда хорошо, когда государство осуществляет какие-то льготы новые, вычеты в том числе. Надеюсь, опять-таки, что наши граждане смогут в полной мере воспользоваться данным вычетом. И большее количество видов и типов организаций за оказание ими таких услуг, эти вычеты будут осуществляться. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»